Хотя нехорошо шутить в такой ситуации, но что поделать, тут уже никак. Максим Галкин напился от страха, и муж Аллы Борисовны дрожит после ударов Ирана по Израилю. Посмотрите на его вид, такое впечатление, что он намочил штаны со страху. Вот. Потому что, наверное, не ожидал такого. Вот. Он со стаканом виски вышел на связь, перепуганный, дрожащей рукой держал этот бокал с виски. Вот. Им, вероятно, придется спуститься в бомбоубежище, где они теперь будут постоянно, как говорится, спускаться. Потому что воздушное пространство закрыто, они не сумеют ни вылететь из Израиля, никто не сумеет прилететь в Израиль, чтобы справить завтра день рождения юбилейчик Аллы Борисовны. Им придется в гордом одиночестве справлять этот день рождения в бомбоубежище. А Алла Борисовна планировала пригласить 160 человек. Ну, кто ж полетит в Израиль-то? Во-первых, и бомбоубежище маленькое, никого не вместит столько человек. И потом никто, ни один нормальный человек не полетит в Израиль, потому что сейчас беспилотники бомбят все. Так что, господа, юбилей отменяется. А теперь жизнь у этой семьи Галкина и Пугачева и дети постоянно, теперь они живут в бомбоубежище. Дети не ходят в школу. Вот такая жизнь. Сами выбрали, сами выбрали, рвались в Израиль. Вот теперь такая ситуация. Теперь будете дрожать в бомбоубежище. Да, Галкина, твоя, как это, сказочная, как, сказочный особняк. Там, походу, Борецкий займет его. Не видать тебе этот свой особняк, как своих ушей. Вот так-то, господа, иностранные агенты.